Здравствуйте! Привет вам из шоурума магазина Тёплый Свет. Мы, как известно, даем частенько рекомендации по выбору вентиляторов. И сегодня мы хотели вам представить потолочный вентилятор в рамках, скажем так, как обзор лучших моделей. Это самая лучшая из имеющихся в нашем ассортименте моделей с точки зрения цена-качества, ну и с точки зрения дизайн, фундаментальность, бесшумность, надежность и, естественно, с точки зрения того, как он выполняет свою работу. Большие деревянные лопасти, массив дерева толщиной 4 см, форма лопастей параболическая. Практически ни у кого такой штуки нету. У нас их много, да, и параболические только вот у таких вот вентиляторов Лантау. На видео вам, скорее всего, видно, что сама по себе лопасть, она идет вот так вот, она загнута как будто. Но это вот выточенная из дерева вот такая вот замечательная лопасть. Может быть разных цветов, побольше, поменьше. Сюда может устанавливаться световой элемент люстра. Сам по себе мотор может работать в двух направлениях, вперед и назад. И, естественно, когда он работает вперед, то воздух гонит вниз. Когда он работает назад, воздух засасывает вверх. Это очень важно. Либо вы стоите под потоком воздуха, и он вас охлаждает. Либо, наоборот, воздух поднимается, и теплый воздух сверху уходит по краям, вниз опускается и так далее. То есть это режим летней и зимней эксплуатации. Работает от пульта, может работать параллельно от диммера на стене, от выключателя, как угодно. Пульты любые могут быть. Все это настраивается замечательно. Очень хорош с той точки зрения, что он не вибрирует, не шумит, не гудит. И на максимальной скорости, вот он тянет. Жаль, что вы не со мной, сейчас бы уже взлетели. Хорошо тянет. Быстрее работать он не может. И быстрее работать ему не нужно, потому что мы, к сожалению, поток воздуха мерить не можем. Но по всем характеристикам у этого вентилятора самый большой воздушный поток. То есть он перемещает самое большое количество водок. Уже при этой скорости вращения ему удается такие замечательные вещи. Он не лебедит. Не лебедит. Он хорошо работает. Вот. Вот если ты босс, ты можешь под ним сесть, и все сразу понимают, что ты босс. А если ты не босс, то ты можешь под ним сесть, и все сразу понимают, что ты босс. Вот этот вентилятор статусный. Он не такой, как другие. Посмотрите другие обзоры, вы поймете, чем он отличается. Я во все интерьеры, и в большие, и в маленькие, вот народ собираться начинает. И в большие, и в маленькие предлагаю всегда этот вентилятор. Не смотрите на то, что он большой по диаметру. Это никогда не мешает. Посмотрите, что он небольшой по высоте. Это очень удобно. То есть, если у вас там высота, грубо говоря, 2,60, то уже можно вешать. Вообще, рекомендуемая высота до головы 2,30. Вот эта вот высота, рекомендуемая минимальная 2,30. Но мы и ниже, бывает, вешаем. Вот такой вот он. Быстро, медленно, вперед, назад. И, видите, несмотря даже на то, что он висит на листике фанеры, у нас ничего не качается. Он очень легкий. Деревянные лопасти очень легкие. Можно вешать на гипсокартон. Может быть, я, конечно, загибаю, потому что он сам по себе мотор тяжелый. Но для работы ему не нужно такого фундаментального основания, как у других вентиляторов. В общем, это был Lantau G. Не флагман серии. В серии есть более, скажем так, интересные модели. Но эту модель мы рекомендуем как флагман, потому что она наиболее практична с точки зрения цена, качества. Да и люстра особо не всегда нужна. То есть, когда вы ставите такой вентилятор, лучше, чтобы у вас был какой-то свет. Спасибо. Выключаю.